Также живые существа делятся на два вида — подвижные и неподвижные. Те, кто находится в неподвижной форме жизни, у них угнетённое сознание, то есть у них очень-очень покрыто вот эта иллюзия, это сознание, и к ним относятся камни неравно, знаем, что они тоже обладают жизнью. И растения. Остальные три последующих этой формы жизни — это животные. И шастры говорят, что животные, у них нет никакой цели, кроме как оборонение, сон, еда и совокупление размножения. И также говорится, что если человек не использует своё сознание, свой разум, который даровал нам Господь в служении Господу, то он ничем не лучше, чем животные. Шил Гурдов очень часто упоминал, что они животные, что мы животные, что я животное без хвостов и рогов. Поэтому наглядите, она каждый день нас подвигает. Хочет сказать то, чтобы мы не были этими животными, чтобы наше сознание было полностью распустившимся благоухарным цветком, и чтобы мы использовали это сознание. Потому что телом мы ничем не отличаемся от других формах жизни. Это тот же набор химических элементов, это мешок с испражнениями, мочой, желчью и кровью. Ничего более, как и у других формах жизни. Но нас отличает только одно — это наше сознание, наш разум, которым мы можем оперировать. И мы можем оперировать, что мы можем оперировать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Когда Хануман наблюдал за спящим, любовался за спящим Вебишином, тот проснулся, и Хануман уже не боялся о том, что перед ним кто-то. Он убедился в том, что чистый предан принял свой обычный образ. И тогда Вебишин, поняв о том, что перед ним стоит сам Хануман, самый великий и преданный Господа Рамы, он так обрадовался, он был вне себя и счастья. И он сказал замечательную вещь, Махарыч попел, как это поется в романе. Он говорит, сегодня, вот сейчас, теперь я получил даже заверение от Господа. Раньше я мечтал уверить Господа, а теперь я точно знаю, что я его вижу. То, что вы появились у меня дома, говорит о том, что скоро наступит конец моей материальной жизни. Когда Господь проливает на кого-то особую милость, Он подправляет к нему чистого преданного. Это знак того, что скоро закончится мир рождение смертью. То есть, санкарикали парвати, анти-харикрива, есть, когда вы получите специальную смерть, то когда вы приехали к этой associации, он пришли к этому, чтобы приехать в рождение. Это значит, что вы очень, очень фортуете. Вы были здесь, вы были здесь, вы были здесь, вы действительно здесь. И это, санкарикали парвати, сатра-сангарти, дорого-васансара. Это материала в рождение, Но это не связано с очень-очень-очень реальным. Это не Харикадхо. Когда мы говорим о Гуру, 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 и тогда мы всегда пытаемся, что нам повезло, что к нам пришел Гуру Де. Да. Да. Санкт-Парвард говорит, что Харикадхо будет здесь. Харикадхо будет здесь. Харикадхо будет здесь. Наби Амал-праву, Наби Минтулека. Харикадхо будет здесь. Он приходит домой. Он сюда отправился. У меня естьạn-стои разрушительные места. Они приехали к здесь. Он приехал на берегатхо. Санкт-Парвард говорит, что Харикадхо – все же, это было. Но они не приехали. Они не приехали. Это было очень много людей. Они приехали на сверку. Они приехали здесь. Многие люди говорят, что в Харикатах это самая редкая вещь в мире, недоступная практически. Парвати сомневается, говорит, ну как же недоступна? Он говорит, Индулета всех обзвонила, Амал Кришна Прабху всех обзвонил, е-мейлы написали, лично там много людей пригласили. Какая же она редкая, так много звонков было. А Шанкара говорит, нет, говорит, сколько они обзвонили, сколько пришло после этих звонков, чтобы пойти в кино, чтобы пойти в пиво, в бар, чтобы пойти в ночной клуб, там очереди выстраиваются. Даже когда человеку сказать о том, что есть возможность пойти на Харикатку, мало кого это вдохновит. Именно поэтому слушать Харикатку это очень редкая возможность. Да. So, before you heard, Шанкара tells Parvati, this Харикатаха is the source of glory. If somebody took the Харикатах, this Харикатах, this ocean, this river, then before you tell, some crow took birth, he became a ko-e-ri-da-kakku, and if some crane he took birth, then he became a swan. You can tell this meaning. И говорится о том, что тот, кто омывается, входит в эти воды, в эти сказочные воды Харикатхи, тот вдруг превращается. Например, ужасная ворона может превратиться в красивого... Ворона превращается в лебедя, в кукушку. В кукушку, не в сван. В кукушку ворона превращается в кукушку, а цапля, если вдруг омывается в водах этой Харикатхи, то она превращается в лебедя. Что же находится за этой аналогией? Нам никому не нравится пение кукушки, пение вороны, сколько бы они там не каркали у себя на ветвях. И они четыре, но очень плохие. Это неприятно для слуха. Эти кароворка пронзительные. Но если эта ворона омывается в водах Харикатхи, а он превращается в кукушку, в такую же темную грем эту птицу, но уже с нежным голоском. И боеет куку, куку, куку. У меня такого нет. Кукушка красивее. Так что же это значит? Это значит о том, что когда мы, вороны, в этом мире говорим друг с другом, мы говорим только вещи, которые неприятны для нас, а неприятны для всех остальных. На самом деле, потому что в этом мире нет ничего приятного. Тут либо кто-то рождается, это очень больно, кто-то умирает, это очень больно, кто-то работу теряет, кто-то её получает, всё равно больно. Кто-то деньги находит, кто-то деньги теряет. И вот это, все наши беседы, они подобны карканью ворон, которые не дают наслаждения Душе. Нам истинное наслаждение. А потом, когда мы слушаем парикатку от Вайшнавы, то мы вдруг из этих чёрных ужасных ворон превращаемся в кукушек с нежными голосками и начинаем уже петь о Кришне, о том, какой Кришна красивый, о том, какие Вайшнавы красивые, о том, какой Вариндаван чудесный, какие павлины красивые. Это вот так мы превращаемся в кукушек с нежными голосками. А аналогия о том, как цапли превращаются в белых лебедей, благодаря, опять же, водам Харикатхи, происходит следующим образом. Это такая белая большая птица, которая из России перелетает в Индию. Их там называют русскими птицами. Серьёзно. Они, когда видят, едешь так по дороге, говорят, вот смотри, русская птица. Знаешь, да, русская птица. Ну, видать, у нас тут не всех ещё перестреляют. Что-то туда долетает. Так вот, мы тоже эти, те самые русские птицы, которые иногда прилетают по Вариндавану. И чем птица она характерна? Цапли, она живёт в кориадной, полотистой местности. Ей нужна там мутная вода, много вокруг, с запахом, чтобы там всё плавало. Лептилии, лягушки, рыбы. Она этим питается. Жучки, паучки и так далее. Она стоит, если изображает из себя саду в глубокой медитации. И потом, как только появляется эта живность, этот сад превращается уже в раскрывать свою истинную природу. Вот мы вот такие вот цапли, которые иногда тоже делаем из себя, строим очень великих людей. Но благодаря харикадхи, даже из цапли, из этих русских птиц, превращаются в прекрасные белые лебеди. Раджа-амсы, царские лебеди. Как они грациозны, как они прекрасны. И те белые птицы, и эти. И эти большие, и те большие. Но какая между ними разница? Белые лебедя, как описывает Писание, они все живут на Манасе-Сарова, в Гималай. Они все наслаждаются медом с лотоса. Они наслаждаются медом, который содержится в нижних стеблях лотоса. Они пьют только это, ничего другого. Когда они летят, это красиво. Когда они плавают, это красиво. Это происходит, тоже может произойти с ужасными цаплями, которые слышат харикадхи, твайшнау. Они вначале просто им нравится рассказывать о том, кто с кем поссорился, кто про кого плохое наговорил, кто там назвал меня плохим словом, кто, кто этот человек. А, что ты говоришь, он там, а он такое натворил. Да ты знаешь, какой он? У нас вкус ко всему этому. У нас вкус вот к этой грязи материальной. Нас чем, даже если нам дадут что-то другое, мы, естественно, только к этому и тянемся. Мы любим это. А когда мы слушаем харикадху от вайшнавов, то они постепенно к нам приходят на обувь вкус. Когда мы слушаем о красоте опять Кришны, Вариндаваны, то нам вдруг начинает нравиться слушать от вайшнавов все больше и больше и больше. Вот так и с цапель превращают. И потом даже сами говорим что-то немножко о Кришне, своим детским лепетам. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok И вот это джу. Джу – это Радхакришна, который проживает врач. Это наш aim и object. Вчера мы говорили о Самбандах, Абидеи и Прайоджина. О том, как они показаны в первых стихах Шмат Бхагаватам. Мы говорили о том, что в первых стихах описывает нашу Самбанду, наши вечные взаимоотношения. Мы уже говорили с Кришной, с Радхакой и Ши-чайтанья Махапрабхо. Во втором стихе, который описывает Абидею, говорится, Нигама Каупа Тарор Галитам Хвалам. Дхарма Проджита Каитаво является Абидеей, а именно чистая Бхакти. Благодаря чистому Бхакти мы можем достичь нашу цель, Прайоджина, которая описывается Нигама Каупа Тарор Галитам Хвалам. Так вот, Махар сейчас говорит, что этот зрелый плод, о котором он рассказывал раньше, Галитам Хвалам, это манджири Бхава, которая скрыта в Шмат Бхагаватам. А сок этого манго, сладкий сок в этом манго, это премараз, который упиваются эти манджири. Это Служение Рады Кришна. Веоприкобразно, Это были детьми за 100 градусов, с醫ом, большие peligлёжи и зарегистрировали. Вернее время они строго, не так они бились. Поверь некуда я манта, суманта мать, ооо, А когда я поступал из unitnaires, разметов, не так, разметов, разметов. Что? И так же, Мадбхагава начинается с описания, как великие мудрецы, когда люди, знающие истину, собираются в лесу на Эмишаране, и они боятся наступления Кали-юги. Кали-юга обозначает время раздоров и лицемерия. Как Махарат сейчас описывал, время, когда жизнь очень короткая. Если, например, в Кали-югу всего 100 лет, в Два-пара-югу 10 тысяч лет, в Третьей-югу 100 тысяч лет. В Кали-югу 100 лет, в Два-пара-югу 1000 лет, в Третьей-югу 10 тысяч лет и в Сатте-югу 100 тысяч лет. То есть у нас сейчас в Кали-югу очень совсем короткое время для того, чтобы что-то понять, чтобы что-то сделать. И Махарат говорит о том, что в этом мире, помимо того, что жизнь очень короткая, так много даже опасных болезней, которые еще больше сокращают эту жесть, как рак и спид, как сердечные приступы. Как быстро вообще прогрессирует Кали-юга. Я когда пришла в самом начале и мы говорили о Кали-юге, говорили всегда о сердечных приступах. Теперь, когда говорят о Кали-юге, теперь говорят о раке и спиде. Теперь это стало самыми популярными болезнями. Так вот, шоу на Калише, они искали ответы. Искали ответы о том, как укрыться от этой наступающей, грязящей Кали-юги. И поэтому они обратились с просьбой, когда увидели, что пришел Сутада с вами, просто обратились к нему с вопросами, как же, как достичь этого блага. Так что, они об этом говорили. Так что, не по-просьбой, они делали шоколадные. И у них один вопрос, в том числе, «Кали-юге, это очень легко процесс, чтобы кто-то легко уничтожить эту ненависть, и все такие плохие вещи. Так что мы спросили, как это очень легко процесс?» Он спросил, что является самым легким процессом для того, чтобы обрести Высшее Благо, Кали-Юку. И тогда Сута Госвами дал великолепный ответ. Это нирбитамананам, икхатам, акута бхаям, йогинам, нипанирнита, харинаманукиртанам. И тогда это нирбитамананам. Идем, кто полностью из этого материала существует, парамжнани. И также есть все скриптуры, все муни, все речи, все скриптуры. Всегда рассказывает одну вещь. Если кто-то хочет, чтобы разрушить эту материалу, они должны понимать харинаманукиртанам. Только Кали-Юку, харинам, только Вадуэ. Все веды, все ведические, вся ведическая литература, все великие личности, гьяни, риши, муни, все утверждают об одном. Потому что самым легким процессом является харинаманукиртана, воспевание святого имени Бога. Свами Садья, то Свами Туласвит Аси также говорит, Кали-йога-кебала-нама-дхара-сомири-сомири-нара-отарай-phара. Садья-нама-дхара-нама-дхара-тарай-нама-дхара-нам-нара-нара-нама-дхара-нам-нара-товаш-литрая-нам-пхара-nам-калав-на-st lindo-техи-ва-нара-нам-нара-at-hара-нара-на-ха-нара-н-рам-an-та-на-ра-нама- hinten- Sw battалерна-to-техи-ва-на-та-ва-нах-на-st technical, «Алаза Бхабхица Гуран говорит, что только в аринам, только в аринам, только в аринам. И на втором панте говорит, что может быть не так, или нет. Вы говорите уже три раза. Не найти три раза. Все сильные люди, они 가장 в джива коллеги. Если вы говорите, что она не слушает. Поэтому они говорили уже три раза. Поэтому сейчас говорите во время одно, которое мы говорим. «Только лишь Святое Имя является тем самым лучшим и действенным процессом», которого Махарадж процитировал из Бамиши Пурана, «Харерна, Махарерна, Махарерна, Маеве Ватькалам, Халлау Насте, Эванасте, Эваке, Семенах, Капикте». Три раза говорится «Только лишь через Святое Имя». «Только лишь через Святое Имя, только лишь через Святое Имя». Во второй строке говорится «Нет другого способа, нет другого способа, нет, нет, нет другого способа». Почему говорится «И там три раза, и там три раза»? Ну, потому что обусловленная душа в Калиюг, она не понимается одного раза. Ей надо сказать много и много раз. Yes. Я расскажу вам одну хорошую историю. Я расскажу вам одну хорошую историю, поставьте все ее запомни. Хорошо? Хорошо. Yes. Потому что за вами где-то. Так что они сказали, что они сказали, что они якобы сатта, тратя, двапар и кое-кали. Вот, у нас семьи, четыреUCK, и эти святое имя. Поэтому агрегат и следит��ёт ось. Но теперь, что Dói прикрывается три наслета братишь Rargh в пок guided и следитию. Он тоже руляет, 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 теперь, у нас есть маленький брат, он не руляет. Теперь мы можем путь и meet у нас маленький брат, как он в том, что он в Кинге был хорошей, как он в своем межрее, как он в том, что он не имеет с ним. У нас три брата пришли к этому маленький брат. Аре-кришна. Слышно? Ихотаму, брат! Итак, Махарач рассказывает историю, рассказывает историю о четырёх братьях. Одного брата звали Сальто-Юга, другого брата звали Третто-Юга, третьего брата звали Два-Пара-Юга и четвёртого брата звали Кани-Юга. Так вот, каждый из них являлся царём, у каждого из них было своё время на правление, на царствование, на господство. И когда уже Сальто-Юга провёл своё время правления, когда уже Третто-Юга закончил своё время правления, когда Два-Пара-Юга тоже уже закончил время правления, наступило время, когда будет царствовать Кани-Юга. И тогда три остальных брата решили навестить своего младшенького, посмотреть, как у него дела в государстве. Когда мы приехали на наличие, как у него говорят о! О! Небазар дв total, продолжали идти из-за тама. Да, здесь три брата, одеты, die которого sung jalんでios, с большая младшенького, сдавrades внимание , и он сказал. О! Ее azt distributedека, Я знаю, что вы очень близко, вы пришли к своему маленькому брату. Я очень встал, и я сказал, что снова вы можете прожить, но не говорите о том, что только ли они с кем-то, но я не хотел бы посмотреть его в его фото. Потом снова они прожили, а когда вы очень трудно поможете, он не может помочь, а потом не может помочь. Знаете, как он правит? Они пришли уже к привратнику, к стражникам, и попросили доложить о том, что пришли старшие братья, о том, что они хотят навестить его. И когда младший брат Кали-Юга услышал о том, что пришли его старшие братья, он так рассердился. Он сказал, я не хочу их видеть, скажите, что я занят. Когда доложили об этом стражнике, они очень удивились. Мы всегда любили друг друга здесь. И тогда они говорят, ну вы скажите, что мы его старшие братья, и что мы пришли издалека, мы потратили много сил на большой путь, мы просто ненадолго остановились, мы можем подождать. Мы можем подождать. Если он занят, мы можем подождать. И тогда Кали-Юга, когда ему доложили, ответил, передайте им, он видит, что они с первого раза не понимают, передайте им о том, что я не хочу видеть их лица даже. И когда передали это стражникам, это ещё больше удивило старших братьев. Он велел просто убираться туда, откуда они пришли. Он разговаривал с ними очень грубо. И эти братья были полностью в недоумении. Когда же они всё-таки стали упрашивать о том, что мы только ненадолго пришли посетить, мы долго не задержимся здесь. Так или иначе, они всё-таки пропустили младшему брату. Когда Кали-Юга, в последний раз его появляли с Сатья-Юга, он за этот раз. Поэтому, что я не хотел бы встретиться с этим, вы выбрали? Но что вы делали? В последний раз, всего они всегда ряд неизвали, Я слушаю Сатья-Юб, когда его приходили, он был кратер, который не доставил ничего, 10,000, 50,000, 60,000 years without eating, drinking, на top of this hill, coming rain, sun rays, there was great austerity, and sometimes surrounding this is the fire, sometimes head is the down, leg is the high, only you gave suffering, nothing gave to anything, yes, only so I did not want to meet with you. Your suffering you brought during your life, I don't want to just see you. And he said, how did you get the process of fulfillment of people? You allowed people to get to work for 50-60,000 years, for them to achieve something. Надо же придумать такой процесс, для которого они не должны были ни есть, ни пить эти 50-60,000 лет, находиться под палящим солнцем или в центре пылающих костров, ради того, чтобы подарить им науку духовного осознания. Say five. lii pantingque And when a ritesh revealed to you, i will call a chitya. if there was a chitya, there would be so much money necessary. To bring ghee, panca mita, havanasam agri, third pot, there are so many teeth, needzub важна so many things, Когда они приезжают они приезжают и они приезжают в бхая, они приезжают в бхая, и они приезжают в бхая, очень холодно. Их тоже похоже на много денег, и они тоже обслуживают в Бхая. Затем Кали Юга стал ругать своего второго брата, Третта Йога. Он говорит, а ты? Чем ты хорош? Что ты тогда людям? Ты придумал этот процесс с проведением Ягьи. Что хорошего было в этой Ягьи? Нужно было так много средств. Она была доступна только самым богатым, далеко не всем. И даже когда ты имеешь эти богатства, чтобы провести эту Ягью, для этого нужно сидеть возле пылающего костра. Те, кто были, я не знаю, что такое сидеть возле Ягьи. Сидеть возле пылающего костра, когда невозможно дышать, когда у тебя всё тело горит, когда и в тебя бросают эти зёрна, и на тебя летит этот пепел. И это нужно было делать постоянно, идти Ягьи ради того, чтобы чего-то достичь. Как ты-то кому помог? И на Двапаржо. На Двапаржо, они касаются арчаны. И если арчаны к ладу Кришна, они тоже нужны какие-то пылающие, какие-то инсекторы, какие-то дхиди. Нужны, что это пять пылесос, Анча-Мритов, Абхази, Чандан, Карпур. Так много ресурсов, которые хотят, чтобы вы были властью. Вы также были в Кали-Юг, Гапар-Юг. Вы также потратили много денег, и вы также получили больницу. только лишь поклоняться делать большие дорогие божества для этого нужны дорогие парафинали чтобы все было из золота тоже только для богатых людей нужны были самые чистые продукты так много парафиналий для того чтобы поклоняться божества могут себе позволить только очень богатые люди далеко не каждому чтобы проехать так как панико не могу забрать его братья на about time and the collective now you look me i am ruling my country my bit this time no need 20 Muhammad no need to be accepted no native in the jungle not очень одесса ничего не history. Четова то,dвртана карта, cups alright. она вам кто-он organic. Калиюгера Чаитанна Аватара This Kaliyub, Маха права, Калиюг, This Kaliyub, No need any qualification. Everybody came, What is this boat? If you cross this person, Only this harina, Only there one boat, He can't see it. Will necessary, Any qualification. No need any qualification, Only coming, And it, Something, Kartal Britan, Okay, Nothing, Вы знаете, это таа, таа. Кара – это таб, таа, так как так. Только чаядя на это святой Нем, можно просто раздражать эту табу. И вот теперь посмотрите, что И Я подарю людям. Я не буду заставлять их не мучиться в астезах по тысяче лет, не буду заставлять их сидеть перед пылающим костром и страдать, не нужны никакие богатства, для того, чтобы пересечь этот океан материальной жизни. Никакое поклонение в храмах. Нужно просто две руки и хлопать в ладоши. Дочим даст Ахур поет кейджаби кейджаби бай. Убрать и для того, чтобы пересечь этот океан материальной жизни, нужно лишь просто принять святое имя. Харьюга говорит, я вообще не даю никакие трудности людям. Ну нету каратала, ну нету мэридангов, да и этого даже не надо. Достаточно просто рук, которые как каратала. И каратала обозначает как звуки ударяющих ладоней, каратала. Я, чтобы подарить людям возможность выйти из этого океана рождения и смерти, просто даю возможность повторять имя Бога. Как пришел Шристианин Махапрабху и подарил нам святое имя. Харса. Маласачинандар гауру харьи кейджаби Миттанинка брахху кейджаби Нитайи гауру премананде Харьи харьи горь. Нитайи гауру премананде Харьи харьи горь. Харса. Отлично. Я знаю. Д région Харьи waarом Харьи салимир, И Türка кейджаби Примандр Thakur, он говорит, «Найя скритан Абхаг, Семан Чайтан Махаправо, Ха Махаправо, Сво Мерси Пур». Он говорит, «Эмана Гавранга, Бинана Хияр, Хена Аватар, Ха Веки Хуи Чхе, Хена Према Парача». Примандр Thakur, он говорит, «Махаправо, like this Incarnation, never is coming any time. Ха Веки Кенган Са Бибвад». Аптер Абхазан Артис. So, this Mahapраво came with this Kaliyub. The Ayu saw how he spread Holy Name everywhere and he also, «Хуи Чхе Према, Брахма, Санкар, Уттава, Нарад». «Хуи Чхе Према» they also want. «Брахма», you know, Bhagavad, he is telling, «Брахма, when he saw glory of this Prajавася», then he tell him, «Кьяна, Брахма, Чхе». Out of this Prajav becomes some stone and if they are the lower caste person, you know, this leg hurts my head. If you got this Lotus Dust, I think my life would be successful. «Санкар» Even Sankar is Deva, Deva, Mahadeva, Dev, Yogi, Yogi, Mahadeva Sankar. Саттям сивам сундарам, you know, he also tried to enter this Vrindavan dham, also take form of a gopi, he cannot enter it, now he becomes the great keeper there, Lakshmi, see the goddess of Narayan, keep out of this Vrindavan, always like this, but now, sitting like this, doing great austerity, once I can enter this Vrindavan dham, Narada also, and Buddha, when saw the glory of this Vrindavan dham, he was only the protestant of Sri Radharani, you know, who is there, even one, Mahaprabhu this prayer, easily he prays to everybody, if somebody comes to this life, only chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Примананда Тахур, Примананда Тахур, Примананда Тахур поет в своей песне, Эмангоу Равина Наги Вин, что бы было, если бы не было Шича Итаня Махапрабху, нет никого более милосердного, чем он, ни раньше, ни больше, никто не может сравниться с ним в его милосердии, в его великодуши, он подарил такое, что является мечтой, что является устремлением даже для самых великих, для Господа Брама. Когда Господу Брама было позволено увидеть Vrindavan, когда он стал мечтать не травинкой, а просто камешком, который лежит на границе этого Vrindavan, чтобы в нем люди, женщины вытирали ноги на этой границе. Когда Шива, Дев, Дев, Магадей, как поклоняются всем его в Индии, то есть Дев, Дев, Магадей, самый великий из полу-вобов, когда он видит Vrindavan, когда он слушает Vrindavan, он мечтает войти туда, Vrindavan, но даже ему, этому Дев, Дев, Магадей, он не разрешает там быть, он находится на его границе тоже, он охраняет эти границы. Лакшми, который поклоняется и Господь Брама, и Господь Шива, сама Лакшми оставляет мою кунгку и мечтает попасть в Vrindavan, но ей так и не получилось. Даже ей недоступно это, она сидит тоже за границей Vrindavan и совершает аскеды. Везде в мире все божества, все божества Лакшми, они находятся с рукой, когда дает благословения. И только во Vrindavan, в Vrindavan, она молит о милости. Или удава, великий и преданный Кришны. Когда Кришна подарил ему возможность увидеть Vrindavan, увидеть эту любовь кодре, тогда у него стала только одна мечта. Мечта стать травинкой, занять положение травинки, чтобы обрести пыль засток тех, кто живет во Vrindavan, не в Раджавасе. И вот этот прекрасный, божественный, высочайший Vrindavan подарил нам, он стал доступным для нас благодаря Ши Чайтане Махапрабху. Нет, никого более милостивым, чтобы было бы с нами, если бы не было его. Зачем он? Вы можете пойти в Балам Бриндхава-на-Льсо, в то же время вы можете пойти в Святати Махабару-дхам-на-Льсо. В то же время вы пойти в двух планетах, в двух планетах, и в двух планетах он получил службу. Возможно, что те, кто ему поклоняются, те, кто приходят, те, кто получают эту мантру в линии сочетания Махабару, кто-то повторяет, потом...